если вы переживаете что пирог получится горьким тут главное выбрать друзья всем привет я тут решила проэкспериментировать и положила в шарлотку вместо яблок и мандарины получилось очень вкусно и сейчас покажу вам рецепт берем мандарины хорошенько их моем под краном вытираем и очищаем от кожуры здесь важно выбрать правильный сорт мандаринов чтобы они не горчили у меня были самые обычные марокканские из ашана затем мандарины разрезаем на половинки как я это делаю на видео попутно вынимаем из них косточки мандарины готовы теперь займемся тестом глубокой миске лучше всего в чаше для миксера смешиваем сливочное масло комнатной температуры и обычный белый сахар хорошенько все это взбиваем примерно одну-две минутки если у вас нет миксера то масло сахаром нужно хорошенько растереть с помощью столовой ложки и теперь к масляно-сахарной смеси мы начинаем добавлять яйца у меня были яйца отборные достаточно крупные поэтому я взяла три штуки если у вас яйца мелкие можно взять чуть-чуть побольше разбиваем яйца и хорошенько все это взбиваем с помощью миксера если миксера у вас нет то яйца нужно добавлять постепенно и каждый раз хорошенько вымешивать тесто чтобы масло не расслоилось тесто должно сильно увеличиться в объеме и побелеть и теперь добавляем в тесто муку и разрыхлитель у меня разрыхлитель был домашний все добавили и хорошенько все это перемешиваем венчиком или лопаткой миксером здесь пользоваться уже не надо внимательно посмотрите какой консистенции у нас получается тесто она довольно густое и не падает с венчика форму для запекания обязательно застилаем пергаментом бумагой для выпечки и выкладываем в нее мандарины срезом к дну сверху на мандарины выкладываем тесто и разравниваем его ложкой готовим пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-55 минут даем пирогу остыть и затем переворачиваем его вверх дном аккуратно снимаем бумагу для выпечки и посмотрите какая красота у нас получилась вот такой вкусный и простой пирог у нас получился и плюс ко всему он еще выглядит очень красиво как цветочек его даже можно поставить на праздничный стол если вы переживаете что пирог получится горьким и тут главное правильно выбрать сорт мандаринов чтобы они были сладкие и при нагревании не горчили у меня были самые обычные марокканские достаточно крупные мандарины которые я покупала в ашане и никакой горечи в пироге не было уверена что этот рецепт вам тоже очень понравится и не забудьте пожалуйста поставить лайк и подписывайтесь на мой канал и